Доброе утро, Якутия! Телеканал Якутия 24 и НВК Саха. Утро Якутии в эфире. Вместе с вами сегодня просыпаемся, встречаем новую рабочую неделю на календаре 17 июля, понедельник. И сегодняшнее утро вместе с вами встречаю я, Павел Танин. Всем еще раз доброе утро. Ну и по традиции, о чем же будем в ближайший час почти что с вами говорить? Ну, во-первых, ученые выяснили, что женщины, оказывается, спят дольше, чем мужчины. С чем это связано, также мы об этом расскажем. Поговорим о том, что современные гаджеты отвлекают людей даже в выключенном состоянии, кто бы мог подумать. Помимо этого поговорим, конечно же, немножко об изменении климата, а именно о том, что вот текущее лето выдалось, наверное, самым жарким за всю историю наблюдений за погодой вообще во всем мире. Ну и помимо этого у нас будут гости в студии, с которыми поговорим, в том числе о теме предпринимательства, а также о предстоящей конференции предпринимателей. Будут у нас рубрики традиционные, советы юриста, там расскажем, что делать, если ваш автомобиль сломался или получил какие-то поломки из-за покрытия дорожного полотна. В рубрике «История вещей» расскажем о музейных экспонатах Нирюнгринского музея, а в рубрике «Сад и огород» расскажем, как ухаживать за тыквой, чтобы получить свежий и хороший урожай. В конце эфира к нам в гости зайдут специалисты из Арктического агротехнологического университета. Узнаем у них, какие кадры будут они готовить в новом учебном году и какие специальности сейчас актуальны. Так что оставайтесь с нами в течение этого часа, много нового, интересного и полезного для себя обязательно узнаете. Ну а по традиции мы начнем наш эфир, конечно же, с информации о погоде. По данным Гидрометцентра, в центральных районах Якутии сегодня от 4 до 11 градусов тепла, в Заречной группе от плюс 10 до плюс 14. В Южных 9,15, в Вилюйской группе 5,9, в Нижнеленских районах 10,11, в Западных 7,12. В Колымо-Индегирской группе Улусов от плюс 11 до плюс 24, в Янских от 8 до 12 со знаком «плюс». На северо-западе 8-10 градусов тепла. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 11 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба «Штиль». Сегодня днем без осадков, ветер южный 2-7 метра в секунду. Порывы до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до отметки плюс 24 градуса. Я думаю, многие люди, просыпаясь с утра, в первую очередь думают о сне. Ну, выспались ли они или не выспались, хочется поспать еще или нет. В среднем, ну, разное количество каждому человеку, наверное, требуется для сна. Кто-то спит дольше, кто-то меньше. И вот, оказывается, женщины спят на один час дольше мужчин. Это выяснили британские ученые. Некоторые пары назвали этот дисбаланс причиной напряженности в отношениях. Данные опроса о привычках жителей Великобритании публикуют Daily Mail. Результаты показали, что женщины в основном спят около 8 часов, каждую ночь а мужчины 7. Эксперты предложили, что женщины должны спать больше, так как они многозадачны и используют свой мозг больше мужчин. Также участники назвали частью причины плохого отдыха. Среди факторов оказались жара, свет, стресс, шум, храп, походы в туалет и домашние животные. Правда, ученые не уточняют, а кто же спит по 6 и 5 часов в день. Поэтому вот как-то градация непонятна. Ну, может быть, все-таки кому-то хватает и 5 часов, чтобы выспаться. Тем временем, телефоны, как оказалось, отвлекают от работы даже в выключенном состоянии. Смартфоны не дают сконцентрироваться, если находятся в пределах видимости. Исследования на добровольцах в возрасте от 20 до 34 лет провели ученые из Петербургского университета. Группа людей, которая оставила свои телефоны в другой комнате, лучше справлялась с тестами и переключалась между задачами, чем участники с выключенными смартфонами неподалеку. В процессе выполнения заданий люди непроизвольно поглядывали на экран. Из-за этого мозгу приходится подавлять желание включить гаджет. Такие действия нагружают когнитивные ресурсы, в том числе рабочую память, пишет News Midaslow. Ну а прямо сейчас давайте же узнают, что нам посоветуют астрологи на эту неделю. Традиционно в понедельник даем прогноз астрологический на грядущую неделю. Овны. В понедельник соревнование с внезапными конкурентами может поглотить все ваши мысли. Постарайтесь вовремя остановиться, тогда у вас появятся шансы на успех. В среду не рекомендуется заниматься делами, которые требуют большой ответственности. В четверг не жалейте сил и времени, чтобы достойно подготовиться к отпуску и заранее продумать маршрут поездки. Тельцы. На этой неделе вас могут ожидать интересные встречи и знакомства. Причем это может оказать существенную помощь в продвижении по службе. Во вторник постарайтесь не вступать в конфликты на работе, не попадаться на глаза начальству. В пятницу нежелательно оставаться в одиночестве. Дружеское общение пойдет вам на пользу и избавит от дурных мыслей. Близнецы. Без особых сомнений притворяйте в жизнь ваши планы и мечты. Именно сейчас они имеют все шансы осуществиться. Ситуация может способствовать принятию серьезных и ответственных решений в личной жизни. Постарайтесь быть внимательнее и нежнее с близкими. Раки. Карьерное устремление лучше пока поставить на паузу. Не пытайтесь штурмовать рубежи. Это вряд ли увенчается успехом. Эту неделю лучше посвятить отдыху или заняться любимым делом. Львы. Начало недели не обещают особого успеха. Желательно снизить темп деловой активности. Зато вы сможете взять реванш в последующие дни, когда перед напором вашей энергии будут бессильны все ограничения и препятствия. В четверг крайне благоприятны контакты с родственниками, особенно личные. В пятницу не стоит бояться перемен, хотя рассчитывать придется только на собственные силы. Девы. Сейчас повышена вероятность успеха в карьере и личной жизни. Но не стоит спешить и избирать девиз «все или ничего». Сначала необходимо доказать свои права реальным делом. Не забудьте поддержать идеи начальства и не скупитесь на полезные советы сослуживцам. Весы. Не делайте резких движений. Двигайтесь вперед в том ритме, который для вас наиболее комфортен. Не стоит слишком задумываться над тактикой. Все решения придут к вам по ходу дела. Не воспринимайте все слишком серьезно. Допустите некий элемент игры, иронии и юмора. Это придаст вам больше увлеченности и раскроет ваши творческие возможности. Скорпионы. На этой неделе могут решиться многие проблемы и появятся новые возможности для получения прибыли. Вы можете рассчитывать на взаимопонимание в общении с окружающими вас людьми, а также на собственную повышенную интеллектуальную активность и деловую хватку. Начиная с четверга – вероятные путешествия или смена привычной обстановки. Стрельцы. Попробуйте сосредоточиться на текущей работе. Именно от этого будет зависеть ваша успешность в ближайшие дни. Даже если вам не слишком нравятся нынешние места работы, не спешите искать новую сферу приложения своих трудовых ресурсов. Начальство может значительно поднять вам зарплату. Козероги. На этой неделе вы добьетесь успеха. Вы будете встречаться с нужными людьми и узнавать много интересного для себя. Без особого труда справляясь с проблемами окружающих, не забывайте о решении своих задач. Водолеи. Благодаря старым связям у вас появится неплохой шанс реализовать свои планы. Постарайтесь не упустить удачу. Займитесь духовным развитием и самообразованием. В среду будьте осторожны во время встреч и переговоров. Опасайтесь хитростей и обмана. В выходные старайтесь не браться за дела, которые требуют больших усилий. Рыбы. На этой неделе может прибавиться бумажной работы. Будет немало встреч и общения. Вы сможете стать посредником в важном деле. Постарайтесь не принимать необдуманных решений, прислушивайтесь к голосу интуиции. В эти дни работа отнимет у вас немало сил. Сильный бизнес, сильная республика. Под таким девизом пройдет в четвертый раз уже 4 и 5 августа в местности Артагайдут радиационная практическая бизнес-конференция Якутии, организуемая Клубом расширения бизнеса Якутии. Ну и, собственно, предприниматели съедутся, будут обсуждать, делиться опытом друг с другом. Кто-то после этого продолжит развивать свой бизнес. И вот с одним из участников, при этом даже спикером, наверное, этой конференции сегодня мы побеседуем. Это основатель и владелец крупнейшей торговой сети ТКД и Сырный Папа с тремя направлениями. У вас опт, розница, построение агентских сетей. Шерстянникова Ольга Витальевна. Ольга Витальевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, про сам форум вашего части поговорим. Давайте вначале все-таки хотелось бы проговорить о вашей компании. Да, то есть это достаточно уже долгоживущий такой бизнес, достаточно успешный. Сколько у вас сотрудников сегодня работает? Как вообще удалось таких результатов добиться? Ну, сотрудников у меня больше 70 человек. При этом я всегда хвалюсь и говорю, что у меня самая многодетная компания, потому что у меня семьи с детишками 4, 5 и 6 детей. То есть мы вот такие вот, да, за столько лет мы и дальше, как бы, у нас рождаемость поднимается. Результатов, командная игра. Я считаю, что когда вы бизнес создаете в одного, это вы только придумываете, задумываете, ставите цели. Но цели должны быть, достигаться, да. В одного вы это не сделаете, если вы хотите масштабироваться. Соответственно, командная игра. То есть все-таки, наверное, один из ключевых команды, это, наверное, ключевой момент. Конечно, конечно. Ну, перейдем уже к конференции. В этом году вы будете выступать в качестве спикера, насколько мне известно. Вы, наверное, вообще не в первый раз уже участвуете в этой конференции. Да, не первый раз. Даже для нас, которые, ну, как бы, не первый год работают, и мы еще спикеры, да, притом за спиной у нас очень много школ, бизнес-школ, это в первую очередь мозговой штурм. То есть даже если какой-то новичок вам задал вопрос, наводящий, хоп, а, точно, а может быть, я это выпустил. То есть для меня, например, это тоже самое обучение, когда я выступаю спикером. Ну, то есть, в принципе, ну, вот многие люди тоже говорят, когда ты кого-то учишь, ты свои знания тоже начинаешь упорядочивать. То есть и самообучение происходит. И, да, еще плюс ты наставник, и это тоже круто, потому что в этот момент ты смотришь, как молодежь идет дальше, и ты хочешь быть уже на уровне. Они, например, смотрят, о, вот такой, как бы, да, спикер, хочу быть вот как вы. А в этот момент мы смотрим, какой вот у них потенциал, и тоже учимся. Возможно, даже еще за счет там новизны какой-то у них энергии больше ты заряжаешься этим. А вот конкретно вы на этой конференции о чем будете рассказывать, какими знаниями поделитесь? В этот раз, так как я не первый раз выступаю, в этот раз я буду рассказывать, как на воронку продаж наложить, то есть четыре шага. Продажи, маркетинг, пиар, продажи, расширение. Все на том, над чем я строила свой бизнес. Ну, это, я так понимаю, сегодня актуально такой вопрос. Да, конечно, да. А вообще, ну, раз вы сказали это слово, в двух словах, что такое воронка продаж? Воронка продаж, да, ну, это как бы по ней, по этой структуре начинаешь построение даже, наверное, можно сказать, не только нового бизнеса, но и своего бизнеса. И каждый раз я меняю эту воронку продаж, то есть я ее делаю пошагово, по-новому. И снова мы делаем все это с командой. То есть благодаря вот этой воронке продаж ты знаешь, куда идти, то есть это цель. Будем говорить, что воронка продаж для меня это цель. Ольга Витальевна, сейчас на короткую паузу прервемся, а после которой, уважаемые телезрители, вернемся и продолжим нашу беседу. Якутия, доброе утро. Впереди блок новостей. Россия впервые заняла третье место в списке крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом свидетельствуют данные Министерства торговли и промышленности республики. Так, за первые пять месяцев 2023 года товарооборот между двумя странами вырос и достиг рекордных 27 миллиардов долларов. Импорт Индии и российских товаров увеличился до 26,5 миллиардов долларов. Крупнейшими торговыми партнерами Нью-Дели стоят Пекин и Вашингтон. Роспотребнадзор поддержал оборотный штраф в 1% для компаний, нарушающих права потребителей. Инициатива может коснуться торгового сектора, страховых компаний и автодилеров. Сейчас компания, включившая в договор противоречивающие закону условия, грозит штраф в 20 тысяч рублей. Инициатива «Идея» предлагает жесточить заказания и взыскать с таких компаний штраф. Отметил, что за последние два года Роспотребнадзор зафиксировал пятикратный рост числа грубых нарушений прав потребителей. Инициативу также готов рассмотреть и Банк России. Специалисты начали укладывать нижние слои дорожной одежды на участки федеральной автодороги «Лена» на территории Алданского района. Кроме того, сейчас на объекте ведутся укреплительные работы на водопропускных трубах, а также устройства водосборов. Согласно проекту, конструкция дорожной одежды будет состоять из трех слоев. Черного щебня, крупнозернистого асфальтобетона и щебечно-мастичного асфальтобетона. На сегодняшний день уложено около пяти километров первого слоя. В ближайшее время на этом участке приступят к устройству второго. Приводятся слова директора дорожно-строительного учреждения Дальний Восток Сергей Патреев. Работы по асфальтированию участка проспекта Лейна, продлегающим рядом с площадью Аркджинькидза, в столице региона завершат до конца июля. Работы на участке от улицы Кулаковского до улицы Красноярова. То в конце июля начнутся работы по асфальтированию с раззавершением работ до 1 сентября. Приводятся слова министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Владимира Сивцева. Кроме того, работы по переустройству сетей и устройству основания дорожного покрытия и бордюров на участке от улицы Кулаковского до улицы Красноярова завершаются. Также поставлена задача обеспечить проезд на данном участке к началу учебного года до 1 сентября. Летнюю дипломатическую школу для учащихся средних и старших классов среди общеобразовательных учреждений провели в пространстве «Точка кипения». Участки в течение пяти дней смогли погрузиться в изучение фундаментальных вопросов международных отношений, проявить свои ораторские и коммуникативные навыки в качестве делегатов стран в рамках модели ООН и дебатов. Кроме того, по итогам летней дипломатической школы дипломами были отмечены учащиеся в Сошноме 30 имени Кузьмина Герц Тимур, учащийся в Международной арктической школе Слепцова Милана и учащийся в городской классической гимназии Шадрин Ян. Глава Якутии встретился с якутскими кинорежиссерами Дмитрием Давыдовым и Степаном Бурнашовым в Амгинском районе. Он отметил, что у якутского кино остается огромный потенциал для дальнейшего развития. Айсен Николаев подчеркнул, что правительство Якутии будет поддерживать создание новых фильмов, оказывать помощь в организации кинопроизводства, создавать условия для развития кинематографических индустрий в регионе. Режиссеры Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашов поделились планами об участии в кинофестивалях и рассказали о ходе съемок новых фильмов, которые находятся на данный момент в производстве. Подведены итоги формы будущих технологий. Свои передовые разработки представили госкорпорации, отвечающие за развитие квантовых технологий в стране. Самый мощный в стране 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы, продемонстрировала госкорпорация Росатом. В свою очередь представители ООО РЖД рассказали о строительстве магистральной квантовой сети в рамках реализации дорожной карты квантовой коммуникации. К 2030 году она пройдет по 34 регионам. Утро Якутии. Мы продолжаем. Перед нашей короткой паузой мы начали говорить о конференции предпринимателей, которая состоится 4-5 августа в местности Артодайду. И беседуем у нас в гостях сегодня Шерстянникова Ольга Витальевна, предприниматель, основатель, владелец крупнейшей сети ТКД и сырный папа. И вот на этой конференции спикером выступите. Об этом мы тоже поговорили. И хотелось бы про спикеров поговорить, такой вопрос задать. Вы сами будете спикером, это раз. Приедут спикеры из разных регионов России в том числе. Есть ли кто-то, на чей тренинг, скажем так, хотелось бы попасть сильнее всего? Вы знаете, все спикеры — это цепочка на бусах. То есть застежки не будет, пока вы не послушаете всех спикеров. Мой совет — попасть ко всем спикерам. Или хотя бы, так как мы будем все накладываться где-то по времени, то попробовать посмотреть именно галочку поставить тот спикер, то есть те спикеры, которые сейчас нужны, или то, что вы не знаете. Вот на примере, когда я вывожу своих сотрудников в Россию, мы берем бланк, и я говорю, внимательно смотрите программы. Если вы не один будете на этой конференции, соответственно, разделиться, чтобы потом сесть и обговорить, кто что слышал. То есть я советую послушать каждого спикера обязательно. Ну, программа максимум послушать всех. Да-да, я сама буду ходить и слушать спикеров. Ну вот говоря, кстати, про сотрудников, ну вообще на такую конференцию, имеет ли смысл приезжать с командой своей, привозите ли вы свою команду на вот, ну про конференции российские вы сказали, вот на нашу Якутскую? Так как мы не первый раз участвуем и ходим, то есть ездим обязательно, ну и по России, и обязательно у нас во рту дойду, я привожу сотрудников, в основном у меня 8 человек. То есть я руководитель, но и я могу взять также и продавцов. Потому что если я вижу, что есть какой-то потенциал, и мне нужно разбудить этого человека, то пусть он сразу попадет в общество, где это будет, знаете, такой воздух, сумасшествие, бизнесе, масштабирование, развитие, что-то такое. И тут, наверное, немножко играет, что бытие определяет сознание, попадая у вас в среду человека. Конечно, а я в этот момент наблюдаю, я всегда наблюдаю за всеми своими сотрудниками, потому что после конференции мы садимся и общаемся. Ну и завершая нашу беседу, это замечательное утро, начало рабочей недели, пожелания нашим телезрителям. Ну, я хочу пожелать, конечно же, доброе утро. Доброе утро небу, доброе утро солнышку. Обязательно поцеловать своих родных, любимых. Пожелать этому прекрасному дню, что он будет самый прекрасный. И такого больше дня не будет, потому что завтра будет другой. Конечно, здоровья всем. Ну и дерзайте, приезжайте, приходите к нам, слушайте нас и научите нас чему-то тоже новому. Замечательные слова, Ольга Витальевна, спасибо, что пришли в наш эфир. Желаем удачи и хорошо, что прошла конференция. Но мы продолжаем. Приближается август и месяц, когда садоводы и огородники начинают получать свой урожай. И сегодня в рубрике «Сад и огород» мы хотим рассказать, как получить хороший урожай тыквы. Я очень люблю тыкву кушать в кашах, люблю из нее варенье, поэтому ни разу ничего не обходится у меня. Никакой год без тыквы. Обязательно высаживаю тыкву. Вот это вот крупноплодная тыква. Веду ее в одну плечь. Часто спрашивают, что тут с ней делать, чтобы плоды у нее выросли крупные. Чтобы плод вырос крупный, вот он конкретно растет. Вот этот плод. Дальше уже нет смысла вот эти плоды держать. Мы их просто будем безжалостно отрывать и прищипывать вверху. На одной плите сколько плодов должно быть? Если хотите хороший большой плод, лучше его оставить один. Я вот этот еще оставлю, посмотрю, и все. Теперь под него надо обязательно ложить, чтобы он не в траве лежал, чтобы он был не мокрый, он загниет, если будет мокрый. Вот эти вот верхушечки лучше убрать, потому что она... А что нужно класть? Дощечку, да? Дощечку ложить из решетки что-то, чтобы вода там не копилась на ней. Наклон на ее положить, чтобы она так... Вот эту вот верхушечку, цветочек вот этот лучше убирать, потому что погода сырая, и он начинает загнивать, и начинается загнивание плодов. У меня вот тут лежит старая труба, я ложу пока на трубу его. Лежит у меня вот. С нее-то конкретно стекает все. Тыкву я сажу ее довольно поздно, я где-то ее в середине апреля семенами начинаю заниматься. Но она тоже, в отличие от кабачков, несколько холодостойкая. Можно посадить ее чуть пораньше и высадить пораньше. Вот на эту грядку у меня тут постоянно с помидорами она растет. И все, на ней лишнее тоже так же обрываешь. Никаких пасынков, никаких боковых плетей. А так же, как в арбузы мы идет, больше фосфора и больше калия. Каждые 7 дней или каждые 10 дней? Каждые 10 дней туда добавляешь. А сколько вы тыквы саживаете? Вот примерно 4-5? Каждый год по-разному. Тут у меня сейчас сидит, наверное, штук 6 их. Там он мелкоплодный есть, они маленькие и сами плети короткие, и плоды немножко другие. Там плоды будут килограмм, наверное, по полтора. Порционная называется. Тут он верхушку случайно оторвал. Сейчас придется, да, на супы. Знаете, что-то суп мне не очень нравится. Я люблю, что он был кашу. Ну а тем временем Организация Объединенных Наций объявила первую неделю июля самой жаркой в мире за всю историю наблюдений. Экстремальные температуры бьют рекорды, а явление Эль-Ниньо только усиливается. По данным Всемирной Метеорологической Организации, начало июля стало самой жаркой неделей за всю историю наблюдений для планеты в целом. В этом году уже отметили самый теплый июнь, вызванный изменением климата и ранними стадиями погодных явлений Эль-Ниньо. Это последние серии рекордов за полгода, когда наблюдалась засуха в Испании и жара в Китае и США. Мы находимся на неизведанной территории, и мы можем ожидать, что по мере дальнейшего развития Эль-Ниньо будет давать больше рекордов, и это воздействие будет продолжаться до 2024 года. Это тревожные новости для планеты, сказал Кристофер Хьюитт, директор климатического обслуживания ВМО. Тем временем ледяные угощения помогают питомцам берлинского зоопарка спастись от жары. Так, замороженный десерт в 30-градусную жару – самое желанное угощение для питомцев берлинского зоопарка и гориллы не исключение. В их вольере перед трапезой разыгрывается целый спектакль. Сначала фруктовый лед пробует самец по кличке Санго. Четыре самки и двухлетний детеныш Тилла деликатно наблюдают со стороны. Ледяной десерт для горилл готовят из фруктового чая и йогуртом. Сахар не добавляют. Замороженные угощения получают и другие питомцы – свиньи, топиры и носорог. Им дают фрукты, овощи и зелень, замороженные в воде. Холодный десерт не только помогает животным освежиться, но и вносит некоторое разнообразие в привычный образ жизни. К слову, в нашем зоопарке также белых медведей в эту жару подкармливают ледяными угощениями. Поэтому, вероятно, мировая практика много где используется. А тем временем в Южноафриканской республике впервые за 11 лет выпал снег. Жители Йоханнсбурга радуются редкому снежному дню, вызванному скачком влажности и низкими температурами. Необычайный для страны снегопад случился в понедельник. В социальных сетях местные жители описали явление как чистое волшебство, беспокойство и прекрасное начало недели. Профессор одного из университетов страны, Дженнифер Фитчет, сказал Южноафриканской газете «Таймс», что снег вряд ли продлится долго и был вызван редким повышением влажности низкими температурами и холодным ветром. Южноафриканская метеорологическая служба выпустила предупреждение из-за холодного фронта, обрушившегося на провинцию Гаутенг, в состав которого входят Йоханнсбург и столица Приттория. А мы продолжаем дальше. В столице региона в последние годы наблюдаем мы масштабную ремонтную кампанию по обновлению покрытия дорожного полотна. Но даже несмотря на это, на окраинах города дороги оставляют желать лучшего, что уж говорить о других, внегородских маршрутах. Порой бывают случаи, что из-за неровной дороги водители мото- и автотранспортных средств ломают свою технику. Что делать в таких случаях? Могут ли дорожники или службы эксплуатации городского хозяйства ответить перед законом и возместить ущерб водителям транспортных средств? Об этом узнаем из рубрики «Советы юриста». Здравствуйте! Сегодня, дорогие автолюбители, тема для вас, ну и для тех, кто сопровождаешь наших автолюбителей. Так, проблемы на дорогах. Какого плана? С самим дорожным покрытием. Да, тема очень актуальна. Дороги – это наша боль. Но, тем не менее, как же быть? Если у вас абсолютно целая, красивая машинка, и вдруг она попадает в яму, и катастрофа. Особенно это бывает в период ремонта дорог. Итак, у нас основные повреждения дорог – это выбоины, проломы, просадки, сдвиги, волны, гребни, трещины и так далее. В общем, их очень много, они все документально подтверждены. То есть, если есть стандарты, не глубже какой степени должны быть ямы, углубления, не выше каких повреждений. То есть, любое повреждение, оно имеет номенклатурное значение. Если оно отклоняется от параметров, то есть, оно уже представляет опасность для транспортного средства, для пешехода, который переходит по этой дороге и так далее, то это уже подлежит ремонту. И несет, соответственно, ответственность собственник автодороги, который должен был поставить ограждение, чтобы вы не попали в эту яму, да, обязательно знак, что здесь идет ремонт дороги, предупреждение, что нужно снизить скорость. Если всего этого нет, но есть отклонение и есть повреждение автомашины, то его должны возмещать. Только нужно сделать правильно, документально подтвердить. Во-первых, нужно понимать, что машина должна быть исправна, у нее должны быть техосмотры, то есть, все документы, что на момент совершения дорожно-транспортного происшествия, если вы попали в яму и машина повреждена, допустим, до такой степени, что она не на ходу, это очень серьезно, то есть, это дорожно-транспортное происшествие, вот, эти документы, они тоже у вас должны быть, потому что нужно следственную часть обосновать, то есть, что до этого машина была исправна, вот экспертиза, что после дорожно-транспортного происшествия вот такие неисправности у нее появились. Дальше, что мы делаем? Вот мы попали в яму, что-то повредили, у нас что-то застучало, мы останавливаемся. Если остановка допускается на данном участке дороги, мы останавливаемся, выставляем соответствующие знаки и вызываем службу. Да, правильно, мы документируем дорожно-транспортные происшествия. Что мы должны выдать? Нам должно ГИБДД выдать протокол о том, что есть дорожно-транспортное происшествие, где оно произошло, при каких обстоятельствах. Обязательно должна быть схема, то есть в схеме, что указывается транспортное средство ваше, указывается то препятствие, которого не должно быть на дороге, то есть яма, выбоина, волна, все что угодно, что повлекло за собой дорожно-транспортное происшествие. Если вы со схемой не согласны, вы должны обязательно в схеме указать, что по каким причинам вы не согласны. То есть может быть отдаленность от ямы была слишком большая указана, может быть яма указана слишком маленькая, она гораздо глубже. Обязательно делайте фотофиксацию, все, протокол составлен. Далее, возбуждается или не возбуждается дело об административном правонарушении, потому что установлены четкие сроки для ремонта дорог. То есть если нет знаков, это все нарушение, то есть это угроза жизни и здоровью пешеходов, это угроза жизни и здоровью собственников транспортных средств, потому что не допускается, чтобы дороги были неисправны. То есть дальше протокол об административном правонарушении, восстановление выносится уже судом, привлекается к ответственности виновное лицо, то есть кто отвечает за ремонт данной дороги, и вот эти документы вы в ГИБДД должны получить. Для чего? Для того, чтобы передать их эксперту, который делает заключение, то есть экспертизу стоимости ущерба вашему транспортному средству. Все, эксперт закончил свою работу, есть конкретная сумма, есть виновник, обращаемся к виновнику с претензиями. Не исполняет обязательства по возмещению или ремонту вашей машины? Ну что, идем в суд, правильно, уже доказательная база у нас есть. У нас есть на руках подтверждение, что машина была целая, у нас есть на руках подтверждение, что было дорожно-транспортное происшествие, где оно было, таким образом. У нас есть постановление о привлечении к административной ответственности и, соответственно, экспертиза о размере ущерба. Ну и претензии, которые вы направляли, дабы урегулировать спор до судебном порядке. Желаем вам, чтобы дороги были только хорошие, машины только исправные, и вообще все было замечательно. Очень полезная информация, учитывая, что действительно, да, последние буквально 2-3 года масштабная работа по ремонту дорог в Якутске проводится, но и при этом не забываем, что есть у нас все-таки улицы, которые не ремонтируются, тоже не в очень хорошем состоянии, всякое может там случиться. Ну а далее наша рубрика «История вещей» расскажем об интересных вещах из фонда Нерюнгринского музея. Доброе утро, Якутия! Сегодня я вам расскажу о таких интересных предметах, красивых предметах из фондов Нерюнгринского музея. Это игрушечные швейные машинки советского образца 1970-80-х годов. Такие машинки швейные мечтала иметь каждая девочка СССР. Чем же они были примечательны? Они не только красивые, красочные, качественные, они еще умели шить. Какой же был шов у этих машинок? Шов был тамбурный. Сверху шел традиционный шов, а снизу петельками. Таким швом сейчас обрабатываются мешки с сахаром, например. Есть сведения, что форцовщики Советского Союза, которые шили самопальные джинсы, пользовались вот такими детскими швейными машинками, чтобы сымитировать фирменный шов джинсов настоящих. В быту взрослые рукодельницы использовали такие машинки для обработки краев каких-то подделок, простых элементов одежды. Машинки очень качественные. В конце 70-х годов они стоили 4 рубля 20 копеек. Яркие, красочные, качественные. Именно поэтому они сохранились в прекрасном состоянии, в рабочем состоянии до наших дней. К нам в музей их сдали наши жители, жители города Нерингри. Эту машинку нам подарил Костылев Николай Чичикович, наш постоянный сдатчик. А эта машинка пришла в музей к нам совсем недавно. Буквально в феврале этого года нам ее подарила семья Месютиных из села Беркокет Нерингринского района. Интересные экспонаты, через которые можно проследить, наверное, даже какую-то тенденцию времени, из которого экспонат появился. Например, можно по этим маленьким швейным машинкам понять, что любовь, ну, может быть, не любовь к шитью, но хотя бы навык шитья с самого детства уже в советское время прививали. И мне кажется, очень такой практический и прагматический навык в жизни всегда пригодится. Ну, а теперь настало время для рубрики «Моя профессия». Она будет интересна нашим выпускникам, так как здесь рассказываем про разные профессии. Если вы еще не определились с выбором, куда поступаете, на кого отучиться, смело садитесь перед экраном, смотрите рубрику «Моя профессия». Сегодня мы здесь расскажем о профессии лаборанта. Меня зовут Евгений Николаевич Попов, я работаю биологом в лаборатории биотехнологии. Биолог исследует жизнь, и каждый биолог уникален, потому что у него есть сфера своих интересов, которая отличается. Даже если они заканчивали один университет, ну, ту же специализацию, всегда у каждого биолога будет своя уникальная специализация. И в этом плане нет двух одинаковых биологов, поэтому мне нравится в этой профессии. Учился в Икутском государственном университете по специальности биолог, преподаватель биологии, специализация экология. Учался я 5 лет, 5 лет я потом выработал в школе, потом я поступил в аспирантуру. Почему я выбрал специальность? Потому что, наверное, с детства я увлекался животным миром, и все это вот переплавано, перетекало в мою специальность. То есть у меня даже не было мысли пойти куда-то в другую специальность, потому что изначально я хотел стать биологом, я стал биологом. Изучение биологии в Икутии, вообще быть биологом в Икутии, интересно в двух направлениях. Первое, как фундаментальное, потому что Икутия – это самый крупный регион России. Но у нас очень мало исследований по беспозвоночным, очень много, никто не знает количества пауков, никто не знает, сколько у нас маконожек. Очень много белых пятен, и человек, который будет изучать, он откроет себя, потому что огромное поле деятельности, когда ничего не известно, цера инкогнито здесь. А в плане прикладной у нас 21 век, 23 год, когда нужно делать какие-то новые ресурсы, получать ресурсы из животного мира, из растительного животного мира. Это новые типы питания, новые виды лечения заболеваний, новые типы приспособления, утилизации. Все это в рамках биологии, биотехнологии. Все это можно решить. Поэтому биолог – это специальность, которая и фундаментальная, и прикладная. Многие биологи, такие универсалы, могут преподавать в школах, в университетах. Некоторым сложно, потому что они уходят в какую-то очень сложную, узкую науку. Например, у нас есть в Вакутии люди, которые занимаются рукокрылыми, это летучими мышами, да? И это интересные фундаментальные открытия, то, что они делают. Но, к сожалению, не все понимают, зачем это нужно. Фундаментальные исследования – те исследования, в которых, собственно, держится вся общая наука. И без вот этих фундаментальных исследований, летучих на шеи, плечей, чего-то еще, в принципе, невозможно. Новое познание мира. И мне нравится моя специальность. Мы продолжим говорить про профессию. Точнее, сейчас, наверное, поговорим про то, как профессионалов, в принципе, готовят. Поговорим о подготовке ветеринарных специалистов в Якутии. Насколько это актуально сегодня? И выбирает ли молодежь профессию ветеринаров? В гостях у нас Лена Прокопьевна Корякина, кандидат ветеринарных наук, доцент, декан факультета физиологии сельскохозяйственных животных и экологии факультета ветеринарной медицины Арктического государственного агротехнологического университета. Лена Прокопьевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, вначале, коротко, давайте расскажем, наверное, о истории создания факультета ветеринарной медицины. Уже на протяжении нескольких десятков лет готовят квалифицированных кадров, которые в сельском хозяйстве потом трудятся. Конечно, если точнее, это 66 лет уже. История создания нашего факультета начинается с открытия сельскохозяйственного факультета Якутского государственного университета в 1956 году. Тогда при открытии было две кафедры – зоотехния и ветеринария. Конечно, научно-педагогический состав факультета был в основном из приглашенных из центральных вузов специалистов. Это первыми медиканами были Кудрявцев, Михальцов, Лебедев. На ветеринарном отделении первой кафедры была открыта анатомия и физиология животных. Руководил ею Филипп Дмитриевич Семенов. Он внес большой вклад в становление сельскохозяйственного факультета и создал анатомический музей. Второй знаменательной датой для нашего факультета является 1986 год, когда при создании Якутского сельскохозяйственного института наш факультет был открыт отдельным факультетом. И тогда на нем в составе его было четыре кафедры. Первым деканом факультета ветеринарной медицины была Мария Хронтовна Молтугуева. Далее по деканами были Геннадий Павлович Серцев, Александр Нагентьевна Павлова, Ирина Афанасьевна Бурцева, Валерий Федорович Едрехинский, Валерий Нагентьевич Федоров, нынешний у нас ректор. И в настоящее время на нашем факультете четыре кафедры учатся всего. У нас 580 студентов, в том числе 220 заочного обучения. Работает у нас 28 преподавателей, в том числе 5 докторов наук и 15 кандидатов наук. В целом сегодня востребована ли профессия ветеринара? Как охотно молодые люди поступают? И самый главный, немаловажный вопрос, продолжают потом профессиональную деятельность именно в этом направлении? Конечно, по данным Департамента ветеринарии республики, востребованность кадрами ветеринарных специалистов составляет 80%. Молодежь все равно выбирает, потому что профессия ветеринарного врача всегда актуальна, востребована во всем мире и неплохо оплачивается. Большим стимулом в этом является последнее постановление правительства республики, когда были повышены зарплаты ветеринарных специалистов. То есть сейчас отдельные должности ветеринарных врачей получают 65 тысяч и выше. Но многие, я более чем уверен, не все продолжают свою жизнь потом именно как ветеринары-практикующие, кто-то уходит в надзорную деятельность. Такие случаи тоже есть. Можете об этом немножко рассказать? Конечно, наш факультет готовит не только ветеринарных врачей. У нас идет подготовка по направлению ветеринарно-санитарная экспертиза, уровень бакалавриата и уровень магистратуры и направление биологии, профиль охотоведения. Конечно, в надзорной деятельности большое значение имеют ветеринарно-санитарные эксперты. Они работают у нас на продовольственных рынках, мясоперерабатывающих предприятиях, ветеринарно-санитарными экспертами. В общем, они очень востребованы. Ну, раз мы говорим в ключе вуза, конечно же, интересно, как поступить на эту специальность. По каким критериям проводится отбор абитуриентов? Какие-то, может быть, вступительные тесты, задания, испытания есть? Сейчас как раз у нас идет приемная кампания. На ветеринарный факультет можно поступить по двум. Значит, это выпускники школ по результатам ЭГИ. Для них проводятся вступительные испытания внутривузовские. Это биология, русский язык, математика или химия на выбор. И для, значит, с дипломом среднепрофессионального образования, это колледжи, техникумы. Для них эти вступительные испытания проводятся внутри вузовской комиссии. И как раз для среднепрофессионального образования с дипломом техникума завтра последний день приема документов. Ну, это вопрос про тех, кто поступит. Ну, как бы это не будет... История факультета очень большая. Не раз люди поступали, не раз его оканчивали. Вот на ваш взгляд, легко ли вчерашние школьники адаптируются в эту новую профессию? Потому что все-таки, ну, бывают профессии, которым ты, в принципе, готов понимать, что это и как. А некоторые профессии уже сложные и глубже. Конечно, здесь поступающим абитуриентам очень поможет мотивированность и желание учиться. А все остальное, конечно, профессиональный образовательский состав поможет. А вообще как-то вот интересно о том, что готовите же не только ветеринаров, мы и про надзорные тоже говорили. Есть же у вас, насколько я знаю, охотоведы, вот, например. Да, это направление биология 06-03-01, уровень бакалавриата и уровень магистратуры. Мы готовим этих специалистов. Они востребованы в надзорной деятельности, экологической инспекции, заповедниках и охотхозяйствах, значит, и научными, как научные сотрудники. Конечно, это направления относительно новые. Оно действует у нас с 2010 года. Помимо этих трех направлений, у нас еще есть аспирантура по шести направлениям. А по каким? Ну, в основном это ветеринарные, и есть еще физиология животных, экология. А в этом году какой набор, какое количество студентов готов принять в факультет? Ну, на факультет в этом году выделено всего 115 мест. Если говорить отдельно про ветеринарию, это 43 бюджетных мест на очное обучение и 14 на заочное обучение. А остальным направлениям по 15 ветеринарной санитарной экспертизы и 10 биологии в профилях отоведения. Это достаточно большое или количество, или, может быть, там меньше, чем в прошлые годы когда-то? Ну, это относительно меньше, чем в былые годы. Есть были годы, когда мы на ветеринарных специалистов набирали по 80, по 100 человек. Ну, сейчас, конечно, такой нужды в таких кадрах особенно нету, но все равно есть спрос на эти специальности. То есть, как бы просто потребность стала ниже, но при этом она как бы никуда не оделась, потребность ветеринара. Она всегда будет. Ну, в принципе, да, мы живем на планете, населенной живыми существами. Ну и завершая нашу беседу, еще коротко давайте скажем, как приемная кампания проходит. Вот кто-то сегодня посмотрел, все, хочу быть ветеринаром. Что его действия? Ну, если это выпускник среднепрофессионального образования, он должен сегодня и не позднее завтрашнего дня подойти в центральную приемную комиссию. Он расположен в главном учебном корпусе на первом этаже. И сдать свой диплом, оригинал. Конечно, зачисление идет все по оригиналу. Ну, а если это выпускник школы, по результатам ЕГЭ, не ранее 2019 года, с результатами по ЕГЭ, по русскому языку и математике профильной, можно поступить на наш факультет. И завершая нашу беседу, небольшие пожелания нашим телезрителям на сегодняшний, вот наступивший уже день. Конечно, хотелось бы пожелать нашим абитуриентам, чтобы они нашли свою дорогу сны жизни, и все у них получилось. Удачи в наступительных испытаниях. Лена Прохопьевна, спасибо вам. Желаем вам еще больше успешных выпускников, еще больше прилежных студентов, бывших школьников сегодня, абитуриентов. Ну и просто хорошего дня, спасибо, что пришли в нашу студию, поговорили, рассказали очень полезную информацию для тех, кто сейчас ищет, возможно, будущий свой в жизни. Но прямо сейчас прервемся на выпуск новостей, передаем слово нашим коллегам. Доброе утро, Якутия, впереди блок новостей. Заготовку древесины для нужд обороны упростят. Предлагается упростить предоставление таких участков в бессрочное и безвозмездное пользование для строительства и эксплуатации объектов обороны и безопасности государства. При этом регламентируется вопрос заготовки древесины на указанных землях силами госучреждений, которые входят в состав вооруженных сил Российской Федерации. По мнению авторов инициативы, это позволит покрыть потребность армии в древесине и пиломатериалах, в том числе для нужд спецоперации. Право собственности на указанную древесину предлагается закрепить за Российской Федерацией. Юный реставратор из Краснодара возвращает старинным зданием первоначальный облик. Год назад 12-летний Василий Овчаров увлекся реставрацией. С тех пор подросток возвращает прежний облик историческим зданиям родного Краснодара вместе со своей мамой Александрой Овчаровой. Увлечение реставрацией и трепетное отношение к истории Василию привила его мама. С пяти лет Александра устраивала ему экскурсии, рассказывала историю о городе и учила разбираться в искусстве. А теперь вместе с сыном проводит много времени в мастерской. Сейчас Александра и Василий трудятся над восстановлением интерьера дома художника и архитектора 19 века Леонида Сологуба. В эти выходы в старом городе Якутска состоялся фестиваль национальной уличной еды, на котором гости и жители столицы смогли попробовать привычную для Якутии еду, но по современным рецептам. Также для гостей провели различные мастер-классы и шоу. Ну а изюминкой фестиваля стала презентация фуд-трака первого якутского стрит-фуда. Смотрела начало мастер-класса, теперь вот знакомлюсь, как можно в домашнем столе в условиях наточить ножи. Вчера мы не хотели, да вот никогда было. Да, да, сегодня специально подошли, вот увидели украшения наши, да ой, как хорошо сейчас умеют делать. Это очень замечательно, что у нас в Якутске проводятся такие фестивали, того, что все-таки люди ходят на фестивали. Очень прекрасно того, что нам предоставлено много выбора, так и так вариантов. Многие, думаю, подростки сюда придут, посмотрят. Это в конце концов развивают культуру и так далее. Ну мы только пришли посмотреть, вообще интересно. Национальная кухня, национальное блюдо. Поэтому интересно пришли с женой посмотреть. В Амге показали фильм о тренере Борисе Федорове, основателе адаптивного спорта в Якутии. Кинолента «Тренер Сурд Олимпийца» в Якутии посвящена 70-летнему юбилею заслуженного тренера, уроженца и гордости амгинского луса Борису Федорова. Он на протяжении 27 лет занимался тренерской деятельностью, является одним из основателей адаптивного спорта в Якутии. В фильм вошли рассказы коллег и друзей о тренерской деятельности Бориса Федорова, о его подходе к воспитанникам и, как он сам их называет, о его детях, в которых он раскрыл спортивные таланты и разглядел потенциал. Более 800 человек из 24 команд районов и городских округов в республике приняли участие в 14-й спартакиаде по адаптивным видам спорта Джулур. Так, в первой группе победителями стали участники Якутска, Серебро у Мегина, Гангаласского района, Бронза у Вилюйского района. По второй группе первое место занял Нюрбинский район, второе – Верхневилюйский, а третье – Амгинский. В третьей группе первое место у Горного Улуса, второе у Среднеколымского, третье – у Жиганского района. Всего разыграно 81 комплекта медалей. Отметим, что в Якутии более 11 тысяч человек занимаются этими видами спорта. 15-я спартакиада по адаптивным видам спорта пройдет в Вилюйском Улусе. В Якутске с 9 утра 17 июля начнется замена газопровода на улице Петра Алексеева. Работы будут проводиться до ночи 23 июля. Со стороны торгового центра «Вавилон» перекроют две полосы дорожного движения от пересечения улиц Лермонтово до пересечения улиц Паярково. По окончанию замены газопровода компания «Сахатранснефтегаз» проведет работы по восстановлению дорожного полотна. На этом все. До скорых встреч. Спасибо нашим коллегам за информацию, за новости. Будем в курсе событий вместе с вами благодаря ним. Ну а сейчас перед окончанием эфира давайте еще раз поговорим о погоде. Потому что мало ли вдруг кто-то в начале подключился в середине эфира. Хочется узнать, а что же там за окном. Ну непосредственно по данным гидромедцентра сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс четырех до плюс одиннадцати. В Заречной группе десять четырнадцать со знаком плюс. В южных районах девять пятнадцать градусов тепла. В Ильюйской группе пять девять. В Нижнеленских от десяти до одиннадцати. В Западных от семи до двенадцати. В Колымо-Индигирской группе улусов сегодня от плюс одиннадцати до плюс двадцати четырех. Самое теплое место это Черский, двадцать четыре градуса. В Янских улусах от восьми до двенадцати градусов тепла. На северо-западе от восьми до десяти со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха в шесть часов утра составила одиннадцать градусов со знаком плюс. Атмосферное давление семьсот пятьдесят два миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем ожидается без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду с порывами от семи до двенадцати метров в секунду. Температура воздуха днем 22-24 градуса. Днем температура радует. Что будет к выходным в ближайшем, будем надеяться, будет также тепло. Потому что последние деньки лета уже скоро мы начнем отсчитывать. И поэтому лето нужно ловить каждый день. Ну а я вам советую, дорогие друзья, подписываться на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ссылку видите, QR-код тоже на экране видите. Можете отсканировать. Попасть. Зачем? Потому что на этой неделе мы будем разыгрывать, ну, когда-то в какой-то из эфиров билеты в кинотеатр. И при помощи телеграм-канала это все будет происходить. Поэтому подписывайтесь, ждите этих розыгрышей в течение недели. Каждое утро нас смотрите. А на сегодня желаю вам отличного настроения, хорошего дня. Завтра в этой же студии мы вместе с вами вновь встретимся и скажем друг другу «Доброе утро». Субтитры подогнал «Симон»!